Здравствуйте! Все мы знаем непростую ситуацию вердянского коллектора. Сейчас на данный момент там работы приостановлены, ничего не происходит в данный момент, работы не проводятся и стоит временная труба, которая может в любой момент лопнуть. И нечистоты пойдут наружу. Но мы еще прекрасно знаем, что есть такая рыба, которая именно в этих нечистотах и развивается. Название ей пангасиус. Так вот, меня посетила такая мысль. Походу, скоро в Гордянске будет возможным разводение именно пангасиуса. Так как в море уже бычка почти нет, значит будет пангасиус. Смотрим видео на экране про пангасиус. Да, не ешьте эту рыбу, о которой я сейчас вам расскажу. Будьте внимательны. Замороженное филе пангасиуса продается по всей Европе по бросовой цене, что делает его очень популярным. Однако, эта вьетнамская рыба отличается крайне низким качеством и может нанести очень серьезный вред вашему здоровью. Пангасиуса разводят во Вьетнаме в бассейне реки Меконг, одной из самых загрязненных рек в мире. Рыбы живут в сточных водоемах, кишащих бактериями и ядовитых веществ, которые откладываются в самом мясе рыбы. Кроме того, в мясе пангасиуса обнаружены тяжелые металлы, хлорат, изомеры, гексахорбензол и другие вредные химикаты. Из-за этого, а также из-за подозрения на антибиотики, Соединенные Штаты Америки запретили ввоз пангасиуса. Еще одна причина, почему пангасиус так вреден, и потому, что его кормят отходами, которые тоже опасны для человеческого здоровья. В диких условиях... Вот так вот. Покупать или нет пангасиуса в следующий раз решать вам, как говорится. Выводы уже будут ваши.